Здравствуйте, уважаемые зрители! Редко кто собирает бытовую технику прошлых лет, имея в виду в первую очередь холодильники и стиральные машины. Конечно, это связано с их большими габаритами, поэтому до настоящего времени их практически не сохранилось, а тем более в рабочем состоянии. Данный ролик снят в качестве эксперимента. Напишите в комментариях, интересно ли вам это направление и стоит ли его продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok Первые 50 лет в СССР, можно сказать, никто и не слышал про стиральные машины. Белье стирали либо самостоятельно, например, с помощью стиральной доски, либо обращались в прачечную. Если уж ты стираешь, то надо мочить руки. Во-первых, надо поставить доску вот так. Мыло берешь в правую руку, белье в левую, и проводишь мылом по белью два раза, вот так. Потом окунаешь и трешь. Только в 50-м году на Рижском электромашиностроительном заводе, основной продукцией которого было электрооборудование для пригородных поездов, приступили к выпуску первой в стране электрической машины ЭАЭ, которую многие владельцы ласково называли ЗАИ. Что ж, знакомьтесь, машина ЭАЭ-3 55-го года рождения. Обычно первые модели техники довольно примитивны, а тут вышло так, что первая машина была более функциональной, чем многие ее последователи. Ну а теперь давайте разбираться, на что же она похожа. Невольно напрашивается ответ – ракета. Однако первый в мире спутник СССР отправят в космос лишь в 57-м, а первого космонавта в 61-м. Эти три ноги обеспечивают устойчивость машине. Снизу находятся колесики для удобства перекатывания по кафелю. Представляете, как она могла кататься во время работы? И вот чтобы она от вас не убежала, на каждое колесо есть волшебный рычаг. Стоит его поднять, как колесо убирается внутрь корпуса, и машина опускается на резиновые присоски, намертво фиксирующие ее к полу. Сей агрегат выглядит очень большим. Посетители в музее часто спрашивают, не промышленная ли она. Бак объемом 30 литров наполняется со шланга, либо ведром сверху. При этом у нее нет сливного крайника или шланга. Вы спросите, а как же тогда сливать? Не переворачивать же машину весом в 68 килограмм целиком? Но на этот вопрос я отвечу чуть позже. При таких довольно внушительных размерах стирать можно было не более 2,5 килограмм сухого белья. Инструкция по эксплуатации рекомендует перед стиркой замачивать его в воде на 4-6 часов. В то время далеко не везде была горячая вода, поэтому многим приходилось пользоваться кипятильниками для ее нагрева. После того, как залили воду, нужно было засыпать стиральный порошок. Но когда ее выпускали, в СССР порошков еще не было. Поэтому надо было приготовить специальный раствор. Для этого взять на 1 килограмм белья и 12 литров воды. Натереть 25 грамм 40% хозяйственного мыла. Добавить 10-15 грамм бельевой соды. Перемешать. Добавить воду. Нагреть до 70-80 градусов и тщательно перемешивать смесь до полного растворения. А затем вылить в бак машины и тщательно перемешать. После этого поворачиваем ручку включения стиральной машины и сразу слышим, что механизм жив и готов к работе. Кстати, она на 127 вольт. У нее нет никакого таймера. В инструкции просто указано, что время стирки составляет 20-30 минут. Затем 2 полоскания по 3-4 минуты. Для включения режима стирка нужно было переместить этот рычаг влево. Внутри большинства советских стиральных машин винт был относительно плоским на дне бака. О, сколько же раз белье зажевывало под него. В ЭАИ он больше похож на корабельный винт. Смотрите, какой он здоровый. И да, он съемный. Инструкции именуют его мешалкой. При работе он или она делает всего по пол оборота, вперед и назад перемешивая белье. И главное, что белье не заживет под себя. В процессе стирки желательно было периодически белье перекладывать, чтобы стирка происходила более равномерно. Особенно, если вещи крупные. Когда стирка закончена, нужно было отжать белье. Но не с помощью ручной силы или валиков, как у других машин. А для этого переводим рычаг в правое положение. И теперь уже не винт, а сам бак начинает быстро вращаться. Вода под действием центробежной силы поднимается к верхнему борту бака. И сквозь специальное отверстие начинает сливаться. Главное не забыть подставить ведро под сливное отверстие для использованного ракетного топлива, то бишь воды. Тут главное либо иметь столько же пустых ведер под воду, сколько было залито в машину. Либо приловчиться и успевать останавливать отжим до того, как ведро переполнится. Продолжительность полного отжима 2-5 минут, в зависимости от сорта белья. Если короче, то как вода перестала вытекать из недр пепелаться, то значит результат достигнут. Естественно, что во время отжима крышка по соображениям безопасности должна быть закрыта. Сам механизм довольно прост и состоит из электродвигателя до механизма переключения режима, выполненного по типу корзины сцепления автомобилей. Вращение с вала двигателя передается на вал редуктора с помощью клино-ременной передачи. Натяжение ремня можно регулировать. Чтобы избавить рычаг от излишней вибрации, он соединяется с механизмом через специальную резиновую соединительную муфту. Ну и вообще, все агрегаты подвешены на 4 пружинах, выполняющих роль демперов, предназначенных для гашения вибраций от механизма на корпус. Заводу-производителю ЭАЯ обходилось в 1500 дореформенных рублей, а в магазинах их продавали по 600, что тоже довольно немало. Прошло уже почти 75 лет с момента начала выпуска первой стиральной машины ЭАЯ, но несмотря на столь большой срок, благодаря надежной и прочной конструкции все еще встречаются живые экземпляры. Данная машина была восстановлена специально для съемок, благодаря усилиям большого специалиста по бытовой технике Илье. Несмотря на свой юный 17-летний возраст, парнишка уже около 7 лет занимается сохранением и восстановлением истории советской бытовой техники. Надеюсь, вам было интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...